Далее цитата. Помимо душистого аромата, как будто отварили аптекарскую лавку с душистыми пряностями, было еще одно знамение – нежный зеленый побег, выросший из языка Марии Магдалины. Мария Магдалина с этого момента стала покровительницей Анжуйского дома и Прованса. Вот эта легенда, настойчиво внедренная в сознание средневековых католиков, имела еще одну версию, версию секретную, предназначенную для внутреннего круга храмовников. В соответствии с этой версией Мария Магдалина была беременна и родила дочь по имени Сара. Сара и ее потомство основали династию мировингов – королей с длинными волосами. Трон мировингов был злодейски отнят у них мажордомами или майордомами, как их еще называют, которые основали династию королингов. Рыцари-тамплиеры, вернее часть из них, которая была посвящена в тайну Грааля, видела смысл своего существования в охране потомков священной крови или королевской крови, а также в возвращении святой династии мировингов на трон. Выражение «королевская» или «священная кровь» на французском языке звучит как «Санг-Рояль», отсюда недалеко и до «Санг-Грааль», то есть «святой Грааль», «Санг-Рояль», «Санг-Роаль», «Санг-Грааль», «Санг-Грааль», по-русски. Эта странная, на первый взгляд, легенда Марии Магдалини, основоположницы династии мировингов, находит немало отражений в истории изобразительного искусства. В качестве примера я предлагаю слушателям взглянуть на картину испанского художника Веласкеса, которая называется «Менины». «Менины». Это полотно считается загадочным и сегодня окружено флером тайны. Конспирологи, например, полагают, что возле этой картины главой испанского королевского дома и дома Габсбургов производится посвящение неофитов в некий секретный орден, состоящий преимущественно из аристократов крови. Ну, как бы то ни было, загадку этой картины мы сейчас разъясним. «Менины» — это не настоящее название шедевра. Веласкес называл свою работу «Семья», и это действительно семья. На полотне в аллегорической форме изображена та самая история, о которой я вам только что рассказал. В центре, в образе инфанты, то есть наследницы трона, показана Сара, дочь Марии Магдалины. В руках у нее прозрачный маленький кувшин, кувшин с кровью. «Это святая кровь, тот самый Грааль». Рядом с Сарой показан карлик, хотя у этого персонажа Веласкеса есть реальное имя и фамилия, здесь он изображает майордома, мажордома Пипина Короткого, первого короля династии Каролингов, короля династии, отнявший власть у мировингов. Люстры в помещении нет, потому что в доме наступают темные времена. О картине мы еще поговорим, у нас для этого будет время. Кроме Веласкеса, к теме Марии Магдалины в подобном ключе обращались и Джотто де Бандоне, и Алессандро Боттичелли, и Да Винчи, Леонардо да Винчи, и Николай Пуссен, и Джованни Беллини. Словом, недостатка в визуальных исторических источниках, источниках и иллюстрирующих существование вышеизложенной легенды нет. Но вернемся к императрице, изображенной на карте Таро. Внешне образ женщины на троне соответствует традиционному описанию святой грешницы. У императрицы длинные светлые волосы, которые не то чтобы распущены, но не и убраны в прическу. У императрицы приятное лицо и добрый взор. Наш неофит Персиваль, встречаясь с госпожой, знакомится с законной династией царей-императоров и обретает смысл своего служения в соответствии с уставом тамплиеров. На картах второй группы, а именно картах так называемого марсельского Таро, созданных Марсилио Фичино в конце 15 века, смысловое значение более древних карт не изменено. Более того, Марсилио подчеркивает, что речь идет о Марии, потому что в его версии императрица одета в синее и красное. Синее и красное это традиционные цвета стеллы Марис, одинаково атрибутируемые и Деве Марии, и Марии Магдалине. Щит с имперским орлом перемещен в правую руку, что подтверждает нашу догадку о печатной инверсии, которую мы высказали в лекции о козыре Мак. В левой руке императрицы оба символа императорской власти, то есть скипетр и держава. Они у Марсилио Фичино объединены. В остальном Мария Магдалина по версии Фичино вполне повторяет Марию Магдалину со Старомиланских карт. В символической системе Райдера Уэйта, созданной лишь в 20 веке, ключ к пониманию сути карты номер 3 полностью не утерян, но глубоко спрятан. О преемственности ключа говорят нам в частности 12 звезд в короне императрицы по версии Таро Уэйта. 12 звезд это 12 рыцарей короля Артура, то есть это символ Гарааля. В остальном карта перегружена, на мой взгляд, излишним пафосом. Я цитирую. Величавая фигура с царственным видом, восседающая в богатых одеждах, как и подобает Дочери Небес и Земли. В ее диадеме сверкают 12 звезд, собранных в созвездии. В настоящем рядом щите изображен смысл Венеры. Перед нею качает колосьями зреющая пшеница, а за спиной шумит водопад. Скипетр в ее руке увенчан шаром, символом земного мира. Это дольный сад Эдемский, земной рай, зримое обиталище человека. Это не царица небесная, но прибежище грешных. Благодатная Матерь многих тысяч. В ряде аспектов она вполне справедливо описывается, как жена, облаченная в солнце. Как Глория Мунди, мирская слава. Как Завеса, Санкториум, святая святых. Впрочем, могу добавить, что это отнюдь не обретшая крылья душа, если только весь символизм не истолковать в ином непривычном направлении. Прежде всего она олицетворяет вселенскую плодовитость и внешнее значение мира. Это вполне очевидно, ибо нет для человека более убедительного аргумента, нежели тот факт, что он был рожден женщиной. Однако не она сама является носителем этой интерпретации. Конец цитаты. Ну вот и все, дорогие друзья, что я хотел бы сказать сегодня об этой карте. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok